2 июня 2022 года, 81 год назад, Гитлер вторался на территории Советского Союза. Есть такой историк, Резун Виктор, он работал в посольстве, кажется, в Швейцарии. Это очень грамотный человек. И Суборов Александр, у него псевдоним такой. И он в истории показал, что Советский Союз Сталин, несмотря на договор, который был в Молотовом. И Виктор узнал абсолютно точно, что через две недели Сталин нападет. Все говорили, что это как? Все уже доказано. Сегодня уже историки, все туда его клеймили. И за то, что он ушел, дважды вынесли смертный приговор. Думали, что два разных человека. Специальные люди, исполняющие Тайван, везде были разосланы, чтобы найти его и уничтожить. И он живой по сегодняшний день. Гитлер, докладин, везде сказал, что выхода никакого не было. Никакого. Почти миллион парашютистов. И всех, которые уже наступают через Польшу. Которые здесь дали разговорники по Польске, как грубо говорить. Которые там у нас румынские дали. То есть по всем наступателям, чтобы могли хотя бы выпросить чего-то. Ну все доказано. И какие были совещания, там, духовные, старые. Вот сейчас точно так же доказывают, что готовились нападь сверху, с севера. За две недели до этого. И поэтому началось это. На сегодняшний день. Мы должны быть благодарны. Так это или не так, это... Ну теперь чего уже говорить. У нас свое вчера было. Вот мы заготавливаем сейчас нам необходимые жерди. Все разрушено. Эти три и пол. Дамбы у нас... Одну мы выправили, а другая рыжка. И там вообще промыло вот такие, наверное, зевельники брали. Вот это бобры. И здесь мы брали деревья. Я показывал, какое топориком отмещал. Вы привезли нам, по-моему. И дали машину. Вернее, мы еще вообще... Мы шикарно просто все сделали быстро. Ну и снимаем. Иногда просто стесываем. А в другой раз топориком открыт. И все целый пакет. Вот такие вот даже снимали шкуры с двух сторон. А потом ее отрываешь. Нам нужно... Я не спросил. Батюшка брал кора. Я думал, он хочет гнать деготь. Это очень легко. Там две посудины надо. Одна дырявая, другая сад костер. И все. Деготь на все нужен. И на уничтожение колорадского рука и прочее. И вот позавчера никого больше не было. Я на колодец опрокидываю, когда бревно это лежит. А мы занимались в основном столбушками. Ну и... Бывает такое, что... Внизу видно, что уже... Днями вот это дерево растет. И с него уже нельзя это взять. Такая-то... Ну как сказать, шероховатая такая... Идет. Ну и... Мы хорошо работали. И... Я снимал. Прямо возле колодца падали. И внизу обдачник все это наваривал. Наваривал эту шкурку-то где-то. И она уже... Я посмотрел где-то 35 сантиметров плюс 40. Ну она рядом не широкая. Сантиметров может быть. На полметра в сторону. И вчера я стал выбирать эту. Оттуда искать, где можно взять хорошая кора, чтобы была. Ну и вот... А это которая толстая. А там еще нет. Я ее поднял и здесь бросил себе. А так... Делал это. В глаза спросил. Посмотрел на ней надпись. И надпись изнутри. Этого не сделать никому. Такой техники даже нет, наверное. Изнутри надпись. На этой коре. Обломок этой коры. Твердый такой. И там цифра стоит. Четыре. Четыре. Д. Д. А маленькая чуть подальше. Крупная буква И. Я смотрел снаружи. Может как? Нет. Там даже... Там написать нельзя. Потому что она с такими ягодами где-то. Ну я вас подозвал. Вам показал. Видели. А что это означает? Ну я стоял. Первым делал четыре. Четыре стороны света. Четыре Евангелия. Ну и личности к человеку. Например, через четыре дня что-то со мной будет. Это Бог предупреждает так. Один-два раза. Ну и... Вот вы спросили, кажется, а сколько прудов у нас? Я говорю семь. Сразу нет. Это отпадает. То есть, видимо, подумали, что еще это о грудах. Куда мать силу. Вот. Интересно? А я сразу понял. У меня такая обстановка сейчас здесь и там в городе. то они прямо в массы пошли подков делать. Как у шарика. Я открыл. От шарика. Володя, расскажи, как ты вчера шарик выговаривал ему. Тебя покажи. Шариком тоже. Попутно так сказать. Подков. Да я подхожу к шарику. Он там, смотрю, лежит это. У него там загородка сделана в тенечке. Он отдыхает. А где у него столбушок, куда цепь накидывается, чтобы он вокруг него мог это двигаться, нацепить. Смотрю, куча свежей. И это, шевелится земля там. То есть, видно, что крот из-под земли достает эту землю еще. Черная такая еще, свежая. Ну, я сразу в шарику. Шарик, ты чего лежишь? У тебя там подкоп делают подноски. Цепь цепляет. Прям. А он там-то. Так-то слепой крот-то. А тут прям к шарику подошел. Он не видит, что там шарик-то. Да. Обычно шарик-то сразу бросается и начинает там рыть. А тут что-то лежит. Я вышел. Думал, что я с ним гулять пойду. Выбежал такой. Ко мне на встречу сразу. Я говорю. Развернул его. Говорю, смотри, что у тебя делал. Он такой видал. И давай сразу там. А я вижу, у него уже голова у шарика туда. Столб уродит. Ото столбушок, смотрите. Цепь цепляет где-то. И он вчера тоже рыл. То есть он старается. Под меня подкоп сильный идет. Здесь был их подкоп. Больше трех не получается. На третьем они свариваются. Скупоживаются. Их нету. Вот посмотрите. Я сейчас вам покажу. Вот оно где. Посмотрите. Вот она какая кора. Ну на ней еще нельзя написать. Ее нету. И вот посмотри. С обратной стороны. Кора. Это которая вот эта вот самая которая кора. А вот это под корой. Вот это вот. Которая вот. Вот это вот. А это вот самая кора из которой дега делают. И вот так ниже. За этим слоем, за этим. Если отсюда писать, то надо по-другому. Вот оно. Четыре. Д. И. Ну во-первых, это ночь, когда я ее ошкурил позавчера. В следующую ночь никого нигде не было. Я туда не казался. Топтался. Ногами ходил. И поднимаю. Ясно написано. Чем написано, я не знаю. Я знаю. Такие предупреждения у меня были перед арестами. Вот пожалуйста. Четверка. Ну не буду же отрицать, что это просто так. Видно, что она четверка. Рядом буква Д. И кончики маленькие вниз идут. И тут большая буква И. И у меня сразу мысль, что мне не надо ни о чем беспокоиться. Меня как бы Господь предупреждает, ангел-хранитель. Тебе дал четыре Евангелия. Больше ничего не надо. Что это тебе, вот тебе. У нас есть. Ну, Николай, там, Константин. Это нет. И Иоаким. А он никакого отношения тут не имеет к этому. Именно мне поднесли, которые снимать. Это был Николай. Это был Сергей. Это бревешка оттесать под ногами было. Ты обратила это внимание? Нет. А что? Даже не подумал. Я сразу остановился. Я еще раз обламываю, друзья. Освобождаю кору от этого подкорника. Подкорой называю его. Вяжу, глаза спросил. Взял в руки. Еще? Нет. Его не гвоздем. Даже никакого нету. Щиты. Что именно четверка? Щетерка. Щетка и ясно. Еще раз покажи. Буква Д. Даже с маленькими окончаниями. И буква И. Черкнуто бывает наоборот. Нет. Все как надо. А с этой стороны? Ну, кто тут будет писать с этой стороны? И чтоб там отобрать. Это никак нельзя сделать. Тем более, что именно это дерево надо было спилить. И здесь куча у нас было их сколько? Первый 38. И второй 17. Ну, больше 50. Из них именно мне его поднесли, положили. Я его сам не подношу, себе не выбираю. Я только говорю. Все, закончил. Тогда Сергей сразу бросает. Константин с той стороны тоже берут, мне кладут. На глазах все было. И вот что было. Я оставлю это. Это мне предупреждение. Помощь. Я так понимаю. Вот перед арестом у меня было такое. Я вижу. Если во сне ты видел крест, это от Бога. Сто процентов. Ян Косян объясняет. Потому что мы Христа не видели. И поделать легко. Любой артист играет. Божью Мать это уже любая может одеть. Мы же ее не видели где. А крест, он не может дьявол подменить. Потому что крест один. И крест это знак любви. А у него любви никакой нет. И поэтому принятое решение. Это от Бога. Но толковать не надо. Вот я обычно отправляю к духовнику, чтобы там разобрали. А здесь я вижу не просто крест, а сижу на кресте. Вот бывает иногда. Кто видел? Железнодорожный мост какой. На каких балках. Такой высоты там сварены, сварены, сварены. Двутавры там между собой. Знаете что. И вот такой крест. Длина его может метров сто пятьдесят. Высота такая его. По моим предположениям почему-то цифра векла тысяча пятьсот тонн в нем. И я на нем сижу. А он по небу летит, а я на нем сижу. Ноги свесил. В какой рубашке. Рубашка у меня такая. Она нас отлела уже. И садится там, где у нас салонцы. Вот только заворачиваю залог. И там салонцы начинаются. И он как сел на землю. Крест. А я оттуда вижу. А крест. Моя Родина. Вырастет тут. И я с него соскочил. Этот крест. В нижайшем положении. Вот так примерно мне. Я спрашиваю. Господи. Это во сне. Господи. Что это означает? Господь говорит. Страдания не ведут. Волос. А почему я один? Ты пойдешь в числе первых. Понятно? И дальше я иду. Откуда-то появляются люди. Кажется батюшка идет. И по земле разослана. Или кто ее бросил? Сеть. Сеть из веревок. Там чуть не в руку толщиной. Я когда-то фильм смотрел. Как его Флоя. А потом срабатывает там. Поднимают ее. И он еще. Он никак. И когда-то он с мышкой. Там держал мышку. Она говорит. Я тебе могу сгодить. А на что ты сгодишь сольгу? И она ему там перегрызла. Она быстро грызет. И он выпал оттуда из грязата. И вот по земле расселена такое. Я понимаю. Если я наступлю на одну из них. Она меня выкинет. Я между ячейками наступаю. Вот так. И то чтобы не наступить. Смотрю кто идет рядом. Сейчас не знаю кто. Я вот там пытаюсь. А мне никак. А впереди еще было такое. Подошли. Там озерко. Которое рядом. Болотце такое. И там как будто конкурс промыть. Молочные бутылки. Такие крупные. Горлышко у них надо продавали где-то. И я мою. Вижу. Они не могут отмыть. А я то ли земли еще туда пустил. Как обычно. Дело раскрутил. И все. Это соревнование мне говорится. У тебя получилось выше всех. А сзади кто-то подходит. И со всей силой бутылкой бьет. Она раскалывается. И втыкается в позвоночник. Это пункцию берут когда. И я понял. И у меня сразу сознание теряется где-то. И вот тогда я пошел. Когда опирался. Только выходим здесь. Где ягоды берем. Огромный стол. Длинный такой. Накрытый. Красным кумачом. Сидят. Люди. Священников. Узнал Бориса Пивоварова. Отца Александра. Родной брат. Он в академгородке. И я вот так стою. Губами шевелю. Они могут показывать. Причаститься бы мне надо. Он вот так вот через весь стол перегнулся. Вот к тебе. И все так и будет. Они будут враждовать против меня. И я буду просить когда в закрещении причаститься. И кто против меня был священник. Его видимо власти уговорили. А в это время. Которые. Как в тюрьму-то заходишь. Тут корпус целый. Одноэтажный. Вот. И там комнаты такие. В которых допрос идет. Они были с улицы. Как Надежда Васильевна узнала. Я не знаю. Я лежу в окно. А она идет. И вот так вот. Распахнула. А у нее крупно там написано. Подслушивают. И опять захлопнул. Ее никто не понял. Что она видела. Я не даю ее так знал. На исповеди узнать меня. Где и чего им нужно было. А я на исповеди. Подготовили. Отец Николай Павлович Войтович. Благощинный был. Власти все абсолютно продано было тогда. Но он приехал. Меня причастить. Да благословите его Господь. Это я никогда не забуду. Ну в это время он узнал. Как пасти сидит. Ну постное все. Но я не пью. Кажется не ем третий день. Да вы что делаете. Тут туберкулезы. Ну у меня за это почти не оболит. Я стал говорить. Отец Николай. Вот за что мне сказали. Я же не каюсь в этом. Почему я не виновен. Это все было. Это история. Он ничего не может сказать. А я знаю что. А перед этим только видели там. Следователи все аппаратуру. Подставляли. Натягивали. Ну и я причастился. Тем более укрепленный. Я просто говорю. Как Бог делает. Предупреждает. Еще потом один раз. Такой при стае был. Отец Стефан. С Москвы. Такой. Ну видно из себя. Как Тухачевский маршал. У них. Попутно все говорят. Священники. Я делал у них печку. А у нее приехал. Тесть. И сидит его ребенка. Кощает. И поет песню. Думайте какую поет он. Придите поклонимся. Нет. За власть советов. И как один умрем. В борьбе за это. Под иконами сидит. Это его честь и поет. Обстановка такая бывает. И вот это предупреждение мне очень сильно помогло. А это. Ну это. Может кто-то по другому истолкует. Но для меня этого достаточно. И они ничего мне не могут сделать. Вчера только разговаривал я по этому. А вот там кто-то. Ничего не надо делать. Только радуйтесь. И еще раз говорю. Радуйтесь. Благодарите. Сейчас они кинулись на то. Чтобы перерегистрировать. И чтобы нас загнать под московскую патриархию. Мы ее признаем московскую патриархию. Но нам нельзя там быть. Я в воскресенье показывал. Нельзя. У нас такой опыт пришли. Столько они злобились. И теперь я с Боркину буду без одной чаши что ли прищать. Что вы дурите то. Тем более. К нам отношение хорошее в отделе юстиции. Регистрация та же самая. И будто бы послали юриста туда. И там что бы переделать. Ну то есть это закулисное. Подков. Как вот у шаренька. Они слепцы. Ничего не видят и не знают. Нас Господь благословил. Я считаю. Это предупреждение. Дайте другое объяснение. Как надпись могла показаться пол пальца толщины кора. Еще раз говорю. Это невозможно. Вот такое сегодня маленькое поучение. Что Богу доверялись во всем. Я скажу. Что вот этот отрок. Максим. Он вчера. Как я посмотрел. Плавает. И как он помогает здесь. Он мне понравился. Я в этом вопросе. Натягивать руководить не надо портить. В вопросе знаком. Он был 45 лет официально только директор детского лагеря. А вот это уже четвертый год. Но нынче я не стал делать объявления. Свои которые привезут. Некогда возиться даже. Я хотел сказать Владимиру Александровичу. Нельзя ли утрами. Себе его брать. Туда. И наговариваю ему. Что ты делаешь. Как делаешь. Почему. То есть. Опыт передавать. Мы же. Вот сейчас у него там. Все накапливается быстро. И рассказываю. Только нигде не подходить к горящему. Там за плягой. Чтобы он был где-то. Почему ставить на резину. Какой пол. И когда там вгнило. И что почему сегодня такое. Почему масла нету растительного. Я слышал. Мусульмане. Кажется говорили. Дайте нам ребенка. До четырех лет только. А дальше делайте что хотите. Главное. Что там сейчас. Попал. Вместе с родителями. Взяли где-то ребенок. Там месяца два. Побыл всего. Вернулся домой. Игры никакого нет. Он палку берет. На маму. И стреляет. Они пытаются его. По-своему. Уже ничего не могут вывернуть. Оставят ровно ноги держать. Так. Ты. Согласен. Взять угощенники себе. Утром. До завтрака. Не знаю. Не знаю. Голосовать не будем. Но вам понятно что я хочу. Это доедало хорошее. Потому что важнее еды ничего нету. За едой одеться. Тогда Бог одел Адам и его. А потом. Потом. Где-то надо спрятаться. Строительство. На третьем месте. А остальные там специальности. И врачи. И кто бы ни ни были. И священство. Это намного дальше. Почему? Это другая отрасль. А во-вторых. Это все придет позже. А это уже в раю было. Род требует пищи. И поэтому сельское хозяйство. Вчера написала. Елена Гладощук. И Дарья там. И все довольные. И как работает. Сейчас автодойку сделали. Елена оттуда не вылазит. И Дарья-то довольная. И все видят. А ребенок на руках. Ну все у них есть. А Андрей говорит. Говорит. На тихо. И сказал так-то. Андрей. Он молчит. А свое дело делает. Вот надо было еще это купить. Он еще не говорит. Смотришь. Два мешка привезены там где-то. Кое-как узнал. Андрей это сделал. Делал. И ушел его не видно. Маленький такой. Увидели может его. Ну увидите. И вот он организовал ферму. Прямо возле Барнаула. Там 2-3 коровы. Сейчас у него уже кажется полсотни. И кормить надо. И доить. И убирать. И все как надо. И рядом. Она отстояла. Где заплатила деньги сама. Это теща его. Она очень активная. Елена Александровна. Вот еще. И построили там 20-ти этажные что ли. Я не раз побыл. Голова закружилась. Куда лезешь-то? А как? Продай ее. И она тоже продала. Она послушная такая. А теперь деньги туда бросил. И встал. Одноэтажный свой домик. И что требуется для этого. И там работает у них. Конечно переплачивать приходится. Так на сегодняшний день. Сейчас будем считать Слово Божие. Вы знаете выключать. Нажмите там. И смотрите. Цифры исчезнут. Поехали.